МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эндометриоз. Распространенное женское заболевание, которое встречается с каждым годом все чаще. Сегодня медики ставят это заболевание по частоте на третье место среди прочих гинекологических патологий. Эндометриоз с завидной скоростью обогнал воспаление придатков матки, врожденные аномалии, гормональные нарушения и является лидирующим заболеванием, приводящим к нарушению репродуктивной функции. Мировая статистика свидетельствует, что около 176 миллионов женщин на нашей планете страдают от различных форм этой патологии. Эндометриоз. Эндометриоз – это заболевание, гинекологическое заболевание в основном гениталии, связано с чем? Связано с расположением эндометриальных клеток. Эндометриальные клетки находятся во внутреннем слое матки. Понятно, да? Внутренний слой матки – это эндометрии. То есть клетки, похожие по своему составу, морфологическому составу, по своей вообще структуре и функции, вот такие же клетки начинают располагаться не в матке. Начинается с того, что они проходят в толще мышцы. Вот даже в толще мышцы, в миометрии, да? Во втором слое матки, в миометрии, в мышце, если эндометрии начинает располагаться, причем он делает извитые ходы, как бы прогрызает. Но если совсем по-человечески рассказываю, например, яблочко прогрызает червячок, точно так же внутренний слой эндометрии начинает прорастать толщу мышцы. Вот это уже является внутренним эндометриозом – аденомиоз. Это заболевание, ну, можно сказать, вот этого 20 века. С половины 20 века первые, наверное, были диагнозы, не наверное, а точно я знаю, в 1902 году при вскрытии женщины, да, умершей, были обнаружены эндометриоидные кисты, то есть в малом тазу были обнаружены уже эндометриоидные кисты яичников, ну, и стали с тех пор как бы этой проблемой заниматься. Но уже с конца второй половины 20 века уже этот диагноз стал диагностироваться только в единичном случае. И конец 20-го, начало 21 века – это повальный эндометриоз. Просто диагностируется, ну, по международной статистике каждая десятая женщина репродуктивного возраста страдает эндометриозом, диагностированным эндометриозом. Я не говорю про тех женщин, которые к гинекологу не ходят, и этот диагноз им никаким образом не диагностировали. Ну, можно только предполагать из-за болевого синдрома. То есть получается, что во всем мире каждая десятая женщина репродуктивного возраста страдает эндометриозом, диагностированным. Вот, то есть это очень большая статистика и большой процент. Я считаю, дальше, если статистически разбираться, то смотрите. Получается, что женщины с болевым синдромом тоже по статистике мировой 80-70-80% женщины с эндометриозом. То есть тазовые боли мы не понимаем, с чем связаны. Пациентка ходит к гастроэнтерологам, колопрактологам, хирургам, урологам, кому угодно. В конце концов, когда производятся уже инвазивные методы диагностики, именно лапароскопия – это золотой стандарт диагностики эндометриоза, гистероскопия – это золотой стандарт аденомиоза, внутреннего эндометриоза, то, что я рассказывала, когда эндометрий прорастает в толщу мышцы матки. Это внутренний эндометриоз, аденомиоз. После только вот этих исследований мы можем четко установить диагноз эндометриоз. При эндометриозе, ну, более, даже не так, бесплодие женщин, ну, получается, где-то в половине процентов случаев связано с эндометриозом. Обильные болезненные менструации, кровомазания до и кровомазания после, темным, черными, мы даже говорим, выделения черные за счет выработки гемосидирина, кровянистые выделения и долго-долго мажет. Плюс ко всему болезненные менструации – это болевой синдром и нарушение цикла. Ну, а потом, естественно, присоединяется бесплодие, женщина начинает беспокоиться, почему нет деток и так далее, и так далее. Начинает диагностировать, обследоваться и диагностирует эндометриоз. У каждого заболевания есть стадии. Если мы будем говорить о внутреннем эндометриозе, аденомиозе, четыре стадии в зависимости от распространения эндометрия. То есть, если он распространился на одну треть миометрия, там будет первая стадия, вторая, третья, когда он перешел на сирозу, и четвертая стадия, когда он вышел уже за пределы матки в параметрии и начинает поражать близлежащие органы. Это ректосигмоидный отдел кишечника, это мочеточник, мочевой пузырь. Вот это уже четвертая стадия только внутреннего аденомиоза. Также существуют стадии эндометриоза брюшины, позадишечного эндометриоза стадии есть. Последняя стадия эндометриоза, именно гинекологического, это сложные осложнения. Это когда уже происходит поражение кишечника, не нарушного слоя, а внутреннего слоя кишечника. Когда именно во время менструации кал вместе с кровью, выраженные боли, спаечный процесс, вплоть до сужения ректосигмоидного отдела, сужения сигмовидной кишки, до грозного осложнения кишечной непроходимости. Со скольки лет необходимо обследоваться на эндометриоз? Именно на эндометриоз обследоваться не нужно. Нужно просто ходить к гинекологу в репродуктивном возрасте. Что это означает? Лет с 18 девушка, которая уже начала половую жизнь, даже если она ее не начала, необходимо хотя бы раз в год, раз в два года посещать женскую консультацию, гинеколога. Ну и это профилактика, первичная профилактика всех гинекологических заболеваний. То есть конкретно на эндометриоз женщина обследуется, когда у них есть клиника. Это в основном болевой синдром и нарушение менструального цикла. Обильные болезненные менструации. Наследственность – одна из причин эндометриоза. До конца не изучен вообще патогенез эндометриоза. Очень много теорий, но одна из них тоже наследственная. Почему? Потому что если досконально расспрашивать у пациентки, чем болела мама, чем болела бабушка, сестра, тетя, то в конце концов все равно выходит, что процент частоты встречаемости эндометриоза у поколений, да, молодых поколений, больше, чем если не было бы, допустим, у их мамы или у бабушки эндометриоза в семье, как наследственный фактор. Да, наследственная предрасположенность, она высчитывается, просматривается в данном случае. Какие сопутствующие заболевания сопровождают эндометриоз? К сожалению, последние уже изучения этого процесса доказали, что процент возникновения рака женской половой системы тоже почему-то возрастает. Еще неизвестна патогенетическая связь между эндометриозом и раком шейки матки, тела матки, даже молочной железы. Скорее всего, это связано с гиперэстрогенией, с дисфункцией яичников, недостаточностью гистогена второй фазы. Скорее всего, связано именно с пролиферацией всех железистых клеток. Это молочные железы, клеток эндометрия и шейки матки. Все риски гинекологических заболеваний, особенно эндометриоза, рака шейки матки, воспалительного процесса, это изначальный риск, самый первый, неправильное начало половой жизни. Все идет от семьи. Если мы с вами подумаем о развитых странах, где все-таки культ семьи превалирует, очень много рассказывают в школе, очень много рассказывают в семье, как себя вести, как жить половой жизнью, начинать половую жизнь, как предохраняться, все профилактические, первичные профилактики, меры, то есть диспансеризация, наблюдение девочек и женщин в женской консультации с началом половой жизни. Вот в этих развитых странах процент всех заболеваний, вышеперечисленных, намного меньше, чем в странах с низким экономическим уровнем. С чем это связано? Связано с тем, что девочка, которой не объяснили, как, допустим, даже возникают дети, почему нельзя заниматься половой жизнью с несколькими партнерами в одно и то же промежуток в своей жизни, как предохраняться. Ей, если это все не объясняют, то получается, что развиваются со временем все заболевания гинекологические, то есть фактор риска – это ранний половой контакт, ранняя половая жизнь, множество половых контактов, да, то есть пять и больше половых контактов в начале своей половой жизни, в начале полового созревания, отсутствие барьерных методов контрацепции, то есть не используются презервативы, да, механическая контрацепция. Ну, вот это все, плюс, конечно, факторами риска, не будем далеко ходить, алкоголь, наркомания, курение. Почему? Потому что они все снижают иммунитет. Все снижают иммунитет, и на фоне сниженного иммунитета присоединяется бактериальная инфекция, вирусная инфекция – это бич в настоящее время для всего мира. Пожалуйста, от вирусной инфекции, вирус папиллома человека, уже всем доказано практически 90-100% рак шейки мамки. Женщины какого возраста чаще подвержены заболеванию? Эндометриоз чаще всего, ну, по процентным соотношениям, мне кажется, он в нашей, по крайней мере, больнице, он чаще всего 30-40 лет. Да, это пик эндометриоза. Со временем, вот если рассматривать, мы делали статистические разборки по годам, если, допустим, 10 лет назад возраст был 35-40-45 и выше, то сейчас, к сожалению, эндометриоз молодеет. Уже начиная с 25 лет мы видим распространенные формы эндометриоза. Мало того, встречаются у нас девочки не лечатся в нашей краевой больнице, в гинекологическом отделении пациентки старше 18 лет, 18 и выше. То есть дети, подростки лечения в нашей больнице не получают, именно в нашем отделении. Так вот, были случаи, когда к нам поступали девушки, но они еще даже не жили половой жизнью, у них не было беременности, не было абортов. Когда смотришь на вот этих девушек, которые, в принципе, даже половой жизнью не жили, не беременели или не рожали, а у них уже есть эндометриоз, это тоже в пользу наследственной предрасположенности все-таки входит. Я считаю, что даже не наследственной, плюсом ко всему состояние окружающей нашей среды. Процент всех гинекологических заболеваний, я как гинеколог могу говорить только по гинекологическим заболеваниям, увеличиваются онкологические заболевания, доброкачественные новообразования, миомоматки, эндометриоз. Все это связано, скорее всего, с окружающей средой. Первичная профилактика – это ряд мероприятий, направленных на предупреждение заболевания, то есть вообще его невозникновение. Первичная профилактика – это работа семьи и работа женской консультации. И, естественно, работа самой женщины. То есть сама женщина, единица, она должна понимать, что надо раз в год приходить к гинекологу, сдавать мазки на флору, сдавать на онкоцитологию, смотреться хотя бы бимануально на кресле. Один раз в год. Лечение эндометриоза Эндометриоз лечится в основном гормональной терапией. То есть эндометриоз необходимо, что сделать? Необходимо убрать гиперэстрогению, остановить функцию яичников на время. Потому что яичники работают, менструация возникает, естественно, когда работают яичники, когда происходит климакс, когда возникает менопауза, менструация заканчивается, на этом фоне эндометриоз, миома, заболевания угасают. Так, в связи с тем, патогенетическим методом лечения является гормонотерапия, подавление функции яичников. Подавление функции яичников, то есть яичники должны на время замолчать. Учитывая то, что лечение гормональное, нет такой таблетки, которую выпил и забыл, то есть это заболевание хроническое, рецидивирующее. То есть мы его останавливаем на какой-то период времени, через какой-то период времени оно опять возобновляется. Останавливается заболевание только лишь, когда уже возникает менопауза, когда яичники перестали работать физиологично. Постскриптум Я хочу сказать всем женщинам, необходимо посещать гинеколога. Начиная с репродуктивного возраста, с 18 лет, раз в год, раз в два года. Приходите к гинекологу, осматривайтесь регулярно, потому что бездействие в этом вопросе, оно не в нашу сторону. Эндометриоз – заболевание, которое скрывается под маской других заболеваний, очень многих заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта в основном. Поэтому, если вас беспокоит болевой синдром, беспокоит бесплодие, причем беспричинное бесплодие, то есть нет анамнестических данных о воспалительных процессах, о перенесенной урогенитальной инфекции, а беременности все равно не наступают. Если есть нарушение цикла, обильные менструации, болезненные менструации с длительным кровомазанием, приходите к гинекологу, осматривайтесь у гинеколога регулярно. Когда видишь и слышишь, что в мире есть такие заболевания, которые грозные заболевания, и заканчиваются они печальными исходами, то, естественно, страх за самосохранение превалирует, и человек начинает обследоваться хотя бы раз в год или раз в два года. Ну ладно, раз в три года можно найти время для того, чтобы записаться к гинекологу и пойти к нему на осмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова